Привет всем новичкам и матерым игрокам. Долго же ты этого ждал, братишка? Долго же ты думал, что появится новое событие с новым боссом? Наверное, на трейл-у новость о новом событии висела очень долго. Ходило много слухов, но... Мы получаем то же, что и было в прошлом году. Кто-то будет доволен, кто-то будет разочарован и закидает разрабов носками, но обнова есть обнова, и в ней есть интересные вещи, которые заслуживают вашего лайка. Пишите комментарий под видео, что вы думаете насчет обновы, разрабы все видят и подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали. Также у меня есть группа ВК по игре и Дискорд канал, переходите и подписывайтесь, я там иногда пишу всякие вещи и общаюсь с вами. В этом видео посмотрим, что добавили и чего ждать. Смотрите видео до конца, а с вами Старинобургон, погнали! Обновление вышло день назад, пройдемся по порядку и разберем некоторые пункты. Некоторым из вас удавалось видеть это событие внутри игры. Событие порождало множество слухов и теорий, никто никогда не мог предугадать очередной запуск этого события, а некоторые даже считали, что это событие выдумка и байки. Срываем за навесу тайны и официально сообщаем, что событие Проект Икс было доработано и добавлено официально в игру. Теперь оно будет происходить чаще и на всех серверах, а не только избранных и на разных локациях. Происходить это будет очень редко и весьма неожиданно. Новички навряд ли, а вот старички, которые играют больше одного года, думаю, помнят момент, когда в прошлом году появлялось событие Икс, где на солнечном или коробке на вас нападала орда монстров и падала в процессе не меньше 5 дропов. Как только событие начинается, вы можете его обнаружить, либо согласовываясь с друзьями, чтобы они вам сообщали, либо если увидите дроп, поехав к нему, можете попасть как раз в засаду этого события. В процессе ждите маленького фпс, так как будет скорее всего очень и очень много народу. За несколько лет игры я ни разу не попадал на это событие, но судя по обнове, разработчики сделали шанс появления события чаще, то есть хотя бы раз или два каждый из вас должен попасть на это событие. В прошлом году падало обычно 5 дропов, будет ли сейчас так же, узнаем по факту самого события, и что будет падать тоже пока неизвестно, но я уверен, что ничего нового. 1 апрельское событие набирает обороты, на днях вы уже начали сталкиваться с необъяснимыми аномальными явлениями в игре. В той ящере не там, где обычно то приходится играть за ящик, ставки повышены, и теперь с завтрашнего дня различная чертовщина, которую не принести без противоожоговой мази, будет происходить чаще. Однако теперь, чтобы получить еще и бонусы от амулетов, вам придется сделать немного ваба-лаба-даба-даб. Фразу ваба-лаба-даба-даб, разрабы взяли из мультика Реки и Морти, где он постоянно ее произносил где бы ни был. Переводится на вилочный язык, как гори жопа, гори стул, удаляю игру, и разрабы гон... Сколько можно, блядь? Посмеялись и хватит. Если серьезно, кому интересно, загуглите перевод. Для участия нужно будет собирать амулеты разных цветов, и когда вы будете его юзать, то неминуемо превратитесь в какого-нибудь моба. И когда вас будут убивать друзья или сокланы, то на месте вашей смерти появится дроп. Это событие тоже уже старое, и так как оно было в прошлом году, само особо вполне интересное и достаточно выгодное, хотя кому как. Чисто залутаете кучу донатных аптечек, патронов, стимов и соберете сет редких пушек, поломанных конечно, но что есть. Надеюсь разрабы добавят в дропы что-нибудь интересное. Про само событие в следующем видео. Пришел я значит в инженерный понижиться в теплых и уютных домах, почувствовать заботу и ласку разрабов, а они мне... Мы продолжаем наполнять мир нашей игры, и в этот раз в поселке Инженерный были обустроены дома. И действительно, каждый дом почти стал более-менее полноценным, а не просто бомжатской малосемейкой с голыми стенами. Хоть собираешь чемодан и переезжаешь жить в Инженерный милейский. Проклятый дом в заброшенном лагере стал еще более жутким. Ого, это кстати как по мне прикольная часть. Реально домик стал немного страшненьким. Когда взламываешь дверь, заходишь и заглядываешь за уголок. Сто момента выпускаешь из штанов шептуна и немного подливы. С этим черенком даже поговорить можно, но не стоит. Чего, блядь? Не бойся, малыш, я тебя не обижу. Выбери число от одного до пинки. Правильно. Молодец. Вход в подарок. Нет. Выбери число от одного. Правильно. Молодец. Выбери число от одного. Правильно. А так да. Это введение добавляет в дом атмосферы. Для тех кто не знал где этот дом. То на кордоне недалеко от кузьмича. И самое что ни на есть бесячая часть обновы для большинства. А может и для всех. Из игры была убрана кнопка быстрой смены типа боеприпаса. Однако сама функция смены типа боеприпаса работает и при необходимости будет выполняться автоматически или через инвентарь. Пишите в комментах что думаете насчет этого пункта. По итогу хочу сказать что у меня смешанные эмоции насчет обновы. Так как ничего нового не добавили. Все так же старое но позицию свою разрайбу уже обозначили. Все ивенты и события меняться не будут на ежегодной основе. Да я как бы и не злюсь даже. Меня сама игра вкатывает и мне этого достаточно. Чтобы радовать вас контентом. То что добавили события на постоянной основе это уже большой плюс. Так как надеюсь скучать не придется. А то однообразие надоедает. 1 апрельское событие неизвестно до какого числа будет проходить. Так как разрайбы не указали эту инфу. Но не думаю что долго. На одну или две недели. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Обязательно пишите свое мнение для разрайбов под видео. С вами был Старинавр Бон. Не прощаюсь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok